Девушки отдыхают Почему работа ведущих вузов Перми признана неэффективной? Деловая молодежь. Стоит ли воспитывать бизнесменов со школьной скамьи? Допобразование. Почему нельзя давить на ребенка при выборе увлечений? Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. Мы гордимся победой наших дедов. Но тогда почему салькамских бойцов, найденных на полях сражений, хоронят в чужих городах? Подробнее в нашем материале. По всей России живут сотни людей, чьи родные, мужья и сыновья участвовали в Великой Отечественной войне и погибали на полях сражения. До сих пор многие из них ничего не знают о своих родственниках. В октябре этого года в Тверской области во время раскопок были обнаружены останки красноармейца, погибшего во время военных действий. Швецов Егор Петрович, как позже установили специалисты, проживал в Соликамском районе, в деревне Канахина. Оттуда он и был призван на фронт. Красноармейец, наверное, 19 октября 2013 года, один километр с северной деревни мосты Пеновского района Тверской области. По всей видимости, он подорвался на мине при проезде по дороге. Поэтому, потому в запчасти от машины попались, там, снаряды сирокопяточных 45 миллиметров противотанковой пушки. Останки были найдены поисковым отрядом ИСТИ на Тверской области. По мнению специалистов, боец уже был захоронен, потому что его тело аккуратно сложено, было расположено на порядочной глубине. Также удалось выяснить, что супруга Егора Швецова, Наталья Александровна Швецова, проживала в Соликамском районе, но в связи с переселением в жители деревни Канахина, в 1980 году была исключена из учета данных. На этом ниточка обрывается, и других близких родственников не удалось найти. Администрация Соликамского района просит откликнуться всех, кто знаком с семьей Швецовых, или является их ближайшими родственниками по адресу. Останки Швецова Егора Петровича до сих пор остаются незахороненными. Родственники смогут увезти его на историческую родину. В случае, если волонтеры не найдут родных бойца, то красноармеец будет захоронен в братской могиле в Тверской области. Илона Измайловна, Анатолий Сеснит, телекомпания Соль-ТВ. Пермские вузы проверили на эффективность работы. Оценивали по нескольким показателям. Образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, инфраструктура учебного заведения, а также процент трудоустроенных выпускников и еще ряд показателей. В мониторинге участвовали 14 вузов и 28 филиалов нашего региона. Но проверку прошли не все. Так, например, в трех вузах Перми, а это Западноуральском институте экономики и права, Пермском институте муниципального управления, Высшей школе приватизации и предпринимательства и Уральском гуманитарном институте работа по направлениям признана неэффективной. Кроме них не получили высокой оценки и филиалы российских вузов, работающие в Прикамье. Среди них оказался и Соликамский филиал современной гуманитарной академии. На вопрос, как филиал академии попал в список, директор вуза Александр Легаев в телефонном разговоре пояснил, как проводится мониторинг, непонятную информацию на бумажном носителе в Министерство образования направляет основной вуз, который находится в Москве. В здании филиала в Соликамске никто из министерства не выезжал. Стоит заметить, что это далеко не единственный пример, когда оценка тому или иному событию или объекту делается не на основании проверки на месте, а по предоставленным документам. К другим новостям. Краевые власти отказались от проекта Пермь – культурная столица Европы и Пермского края. Как отмечают чиновники, сейчас сформулируется задача не перегнать регионы, а не отстать. Да, мы будем топтаться на месте. Есть надежда, что, может, уплотнив почву, дальше сможем сделать энергичный старт. Хотя бы потому, что программа социально-экономического развития ключевых муниципалитетов куда задорней Краевой. О том, какие новости еще, привлекли внимание нашего редактора. Смотрите прямо сейчас. Пенсия уходит в бездну. Такую картину наблюдали очевидцы ЧП, которое произошло в Преамуре. Там под лед провалился автомобиль почтового отделения, который перевозил деньги для пенсионеров. Пассажирам и водителям удалось спастись. Сейф, в котором находились пенсионные деньги, также не пострадал. Его подняли водолазы, а значит, жители хутора получат свою пенсию вовремя. Вернуть статус настольной книги. Депутаты Госдумы предлагают вернуть статус Конституции Российской Федерации. По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, основной закон перестал быть настольной книгой для политиков, что привело к деформации отношения к праву в целом. Спикер предложит ввести обязательный экзамен на знание документа для всех государственных и муниципальных служащих. Продажа алкоголя через интернет станет нелегальной. Сайты, продающие алкогольную продукцию, рискуют попасть в список запрещенных. Произойти это может уже с января следующего года. Эта тема стала актуальной в связи с тем, что интернет кишит объявлениями о розничной продаже алкоголя. Выявить и пресечь такую деятельность технически сложно. Таким образом, чиновники приняли решение запретить размещение сайтов и информационных страниц в интернете, на которых предлагается купить горячительные напитки. Олимпиада собирает пермяков. На предолимпийские сборы в Красноярск отправился пермский снаобордист. Это один из наиболее важных этапов формирования российской олимпийской сборной. Пермяк за два года усиленных занятий снаобордом показал серьезные результаты, достаточные для включения в список кандидатов в сборной. Начиная с декабря он примет участие в универсиаде нескольких европейских стартах. После этого будет принято решение, войдет он в список олимпийцев или нет. Награда губернатора. Волонтер Соликамска в списке на получение почетного знака. Любовь Покулина претендует на получение губернаторского знака «Волонтер при Каме». В этом году ее получат лишь 5 человек. Награда еще тем ценнее для получателя, что за 11 лет ею достойны всего 49 человек. С прогнозом погоды в Соликамске и в других городах познакомим сразу после короткой рекламы. А в завершении выпуска вы увидите. Телекомпания «Солик ТВ» приглашает в команду корреспондентов. Вышеобразование, творческое мышление, инициативность обязательна. Заработная плата «Оклад плюс процент». Звоните по телефону 707-83. Зимы в Соликамске пока не ожидается. В среду 13 ноября Соликамские термометры покажут минус 1 градус. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба ветер юго-западный 4 метра в секунду. Пасмурно, осадков не ожидается. Ну а теперь о погоде в других городах. В черный термометр покажут минус 2 градуса. Пасмурно. В Перми днем ожидается 0 градусов. Также пасмурно. В Губахе температура днем минус 1 градус. Пасмурно, осадков не ожидается. В Екатеринбурге днем минус 1 градус. Малооблачно. В бизнес-инкубаторе Верхниками стартовал второй сезон бизнес-проекта «Твоя точка роста». Подробнее Евгения Константинова. Бизнес-школа «Твоя точка роста» уже второй год в своих стенах собирает деловых умных подростков от 13 лет, которым интересно, как устроен бизнес. Чтобы стать ее учеником, необходимо было написать эссе на одну из предложенных тем и пройти собеседование, что и сделала Лиза Кичигина. Меня привело в то, что мне было интересно, как заниматься предпринимательством, и мне интересен этот вид деятельности. Я хочу организовать свою фирму, пока не знаю, какую, но очень хочется. То, что вам здесь объясняли, рассказывали, как-то где-то что-то отложилось у тебя? Да, отложилось. Отложилось довольно много всего, и это все было очень интересно и познавательно. В этом году в обучении в ТТР, именно так сокращенно называют школу ученики, вместе с Лизой поступили 41 юный предприниматель. Все они приняли участие в одном из проектов бизнес-школы – в установочном лагере. За три дня с учениками работали те, кто уже смог добиться больших успехов в бизнесе. Они совместно с бизнес-тренерами рассказали об основных правилах по открытию своего бизнеса, проводили тренинги и устраивали дебаты. С 9 утра до 9 вечера ребята были погружены в атмосферу бизнес-стройки и готовились к созданию своего бизнес-плана. Но, как говорится, делу время о потехе час. После умственных нагрузок ребята отдыхали с помощью танцев. Для чего вообще работает этот проект по обучению, возможно, будущих предпринимателей, нам рассказала куратор проекта Татьяна Горх. Для тех ребят, кто к нам попадает, на мой взгляд, это еще и очень хорошая школа жизни, потому что те навыки, которые ребята здесь получают, неважно, станут они потом предпринимателями или они будут работать в каких-то компаниях в качестве наемных работников, эти навыки, эти умения, несомненно, пригодятся. Как и полагается, любая теория обязательно должна найти отражение на практике. С этой целью ученикам, поделенным на четыре команды, предложили создать и презентовать свою бизнес-идею. На все создание им далось три часа. И вот работа закипела, расчеты, составление презентации. Три, четыре. Пригодитесь к нам! Время вышло, и волнительный момент настал – презентация бизнес-идей. На представление своей фирмы участникам давалось 5-7 минут, но этого времени вполне хватило для того, чтобы рассказать свою идею и ответить на вопросы коллег. Это получается, вы будете сами ее шить, либо заказывать. Но вы понимаете то, что будут заказывать ее единицы. Например, для моих родителей не нужна футболочка для кофт, это для моей кошки. За три часа работы над проектом участники команд сумели, казалось, просчитать каждую мелочь. Они расписали все расходы и возможные доходы. Кроме этого, смогли оценить конкурентные преимущества. Среди проектов были фирмы по проведению праздников, организация по уборке территорий и квартир. Также две фирмы по продаже сладких сувениров. Ребята доказали, что они не зря попали в бизнес-школу. Проектовая точка роста успешно стартовал. Впереди участников ждет еще много неизведанных тайн бизнеса, но они наверняка с легкостью их познают. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Ваш ребенок не проявляет интереса к спорту, а вам так хочется, чтобы он был физически здоров. Не стоит нервничать и возмущаться. Как сделать так, чтобы ребенок самостоятельно выбрал спорт, смотрите в нашем материале. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как привить ребенку желание заниматься спортом. Прививать любовь к спорту, это накапливать позитивное, положительное отношение к чему-либо. Изначально, с детства. Что делают грамотные родители, заботливые? Они могут приводить ребенка на определенные соревнования. Они могут совместно просматривать передачи спортивные и показывать свою заинтересованность, свое положительное отношение к такому виду деятельности человеческой. Так вот, если мы изначально прививаем положительное отношение к спорту и говорим, вот, благодаря ему, во-первых, да, во-первых, надо сказать, что это так увлекательно, что это так интересно. И я, взрослый, поддерживаю такой интерес. Ребенок точно захочет. Ну, это я говорю ребенке там 3-4-5 лет, потому что ему в этом возрасте очень важно быть похожим на взрослого. Важно нравиться маме и папе. Если вы вдруг спохватились, когда ребенку 7-8 лет и решили, надо отдать в спортивную секцию, а то как-то в школе много интеллектуальных нагрузок. Наверное, это правильная мысль. Но сейчас придется посильнее потрудиться. Тогда бы я взяла на себя родительскую задачу показать разные возможности, допустим, в нашем городе, какие есть спортивные секции. Прямо бы в них походить с ребенком, приводить на тренировку, чтобы он наблюдал, кто тренер, а нравится ли он мне, какие дети, чем они там занимаются. А вообще вот такой вид спорта мне приятен или нет. Настольный теннис может быть мне комфортен, а там какая-то борьба некомфортная. Внутренний ребенок не принимает этот вид спорта. И, допустим, месяц вы так походили, ознакомительно накопили информацию, дома сели за столом, за чаем. И обсуждаете папа, мама, ребенок. Выбираете какой-то один из видов спорта, и здесь начинается труд. Не ребенка, а родителя в первую очередь. Создайте комфортное условие. Заботливые родители привозят, увозят. Это точно комфортно. Потом ребенок должен быть сыт перед тренировкой, чтобы он во время тренировки не испытывал, опять же, физический дискомфорт. А еще очень важно, гордитесь. Приходите на тренировки, смотрите, показывайте жестами, взглядом, что мы гордимся тобой. Ты так крут или ты так красива в этой деятельности спортивной. Потом выходные соревнования. Приводите друзей, родственников. Вот через эту гордость, через собственную включенность показывайте, что то, чем ребенок занимается, это классно. Если у вас есть вопрос с нашим экспертам, звоните по телефону 707-83 или оставляйте его на нашем сайте www.soldefistv.ru Ответ на интересующую вас тему мы обязательно покажем в наших следующих материалах и в завершении выпуска. Сегодня сотрудники Сбербанка отмечают свой профессиональный праздник. 12 ноября – это не случайная дата. Именно в этот день, в 1841 году, Николай I учредил первые сберегательные кассы. Созданный в те годы Сбербанк России быстро стал одним из основных элементов финансовой системы страны. Несмотря на столь далекую историю, профессиональным праздник стал лишь в 1998 году. Телекомпания «Соль ТВ» желает сотрудникам банка терпения и профессионализма в работе с клиентами, точных подсчетов и здоровой атмосферы в семьях. А на этом у меня пока все. Телекомпания «Соль ТВ» желает вам интересных, полезных, а главное – хороших новостей. С вами был Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Телекомпания «Соль ТВ» приглашает в команду корреспондентов. Вышеобразование, творческое мышление, инициативность обязательна. Заработная плата – оклад плюс процент. Звоните по телефону 707-83. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова